Здравствуйте, уважаемые слушатели интерактивного урока. Сегодня я специалист Центра формирования здорового образа жизни. И сегодня у нас проходит в Республике Казахстан проходит декадник по профилактике дорожно-транспортных происшествий. И в рамках этого декадника сегодня я бы хотела с вами поговорить про правила дорожного движения, что мы должны делать, какие правила мы должны соблюдать, чтобы избежать дорожно-транспортного происшествия на дорогах. Также сегодня мы и поговорим про... Вообще, что такое травма, я бы хотела с вами поговорить. Я представлюсь, я психолог медицинского учреждения Восточно-Казахстанского областного центра формирования здорового образа жизни. Меня зовут Виктория Александровна Кащеева. И вот я вам подготовила такую презентацию, такой доклад по профилактике травматизма. Почему? Что такое травма вообще? Травма в переводе с греческого переводится повреждение, ранение. Это называется нарушение анатомической целостности или физиологических функций тканей или органов человека, вызываемое внезапным внешним воздействием. Почему сейчас в наше время делают акцент на именно травматизм дорожно-транспортный? Потому что вот хотелось бы вам, я предоставила вам такую статистику по Всемирной организации здравоохранения. Вот за последние годы по республике отмечается рост числа несчастных случаев травм с 3270 в 2016 году до 3442 на 100 тысяч населения в 2017 году. Уровень травматизма среди подростков в 15-17 лет по итогам 2017 года возрос и составил 6517. Мы уже видим, какая разница, как возрос травматизм у подростков на 100 тысяч соответствующего населения против 6450 в 2016 году, что показано по статистике, что в два раза превышает показатели других возрастных групп детей до 15 лет и взрослых. Далее, да, вообще, что относится к травмам? Еще хотелось бы сказать, что мы, наш центр, мы проводим профилактику среди населения и очень даже встречаются такие, что многие не знают, да, что такое травма, вообще, что относится к травмам? К травмам относятся это ссадины, это гематомы, это вывихи, переломы, порезы тоже относятся к видам травм, сотрясение мозга, повреждение внутренних органов. Это все, это вот виды травм, которые, самые распространенные виды травм именно у детей и подростков. В результате несоблюдения правил дорожного движения происходят дорожно-транспортные происшествия. Вот в большинстве случаев их виновниками становятся дети, пешеходы и велосипедисты. Вот сегодня мы с вами поговорим про правила поведения на дорогах, да, как нужно правильно переходить улицу, что нужно соблюдать и про велосипедистов, потому что они тоже очень много случаев и виновниками становятся велосипедисты. Дорожно-транспортный травматизм за исторически короткий период стал одной из основных причин ранения и гибели людей. Поэтому очень важно соблюдать правила дорожного движения, знать и соблюдать, и не забывать элементарные, как бы, правила, которые мы должны соблюдать. Когда мы выходим на улицу, мы все знаем, да, мы являемся пешеходами. Поэтому, выходя на улицу, мы должны соблюдать правила дорожного движения. Так, какие же основные правила, которые должен соблюдать ребенок, подросток? как это не играть вблизи дороги и на проезжей части. Вот посмотрите, я подготовила вам презентацию, тут показаны такие картиночки, что вот ребенок играл в мячик возле дороги. Первое правило, это очень важно, не играть вблизи дороги. Почему? Потому что когда мы играем, когда мы вовлечены в какую-то игру, мы можем, как сказать, забыться, потеряться в пространстве. И может даже этот же мячик или какой-то еще предмет, который вы играете, может покатиться на проезжую часть. И вследствие, что вы вовлечены в игру, вовлечены в игре, можете побежать за этим мячом и оказаться на проезжей части. Дальше нужно обязательно переходить дорогу только на зеленый сигнал светофора. Мы все знаем, чтобы на дороге был порядок, чтобы не было аварии. Мы должны подчиняться светофору. У светофора есть... Как работает светофор? Тоже мы знаем, что у светофора существуют сигналы. Один сигнал переходит во второй сигнал. Вот нужно... Какие сигналы светофора? Это красный и зеленый. Раньше у нас были... Даже бывает, что и встречаются, может быть, еще старые светофоры, где еще есть желтый сигнал светофора, который предупреждает. Так вот, мы должны пешехода переходить только на зеленый сигнал светофора. И, конечно же, мы должны знать знаки, на которые мы должны ориентироваться, где нам можно переходить дорогу. Вот существует такой знак, на презентации он у меня показан, что переходить дорогу там, где есть светофор, или пешеходный переход, где обозначен пешеходный переход знаком. Вот таким, да. И еще зебра, да, у нас на дороге обозначается зеброй. Вот. Далее, как мы должны переходить, да, дорогу? При переходе дорогу мы должны быть внимательными и не отвлекаться. Сейчас очень подростки, дети любят вовлечены в сотовые телефоны, в планшеты. Это может... Это один из признаков, причина, которой может ребенок быть невнимательным и отвлечься. То есть на 3 секунды можно забыть про телефон, про какой-то планшет, убрать в карман и спокойным шагом перейти дорогу. Далее, переходя дорогу, сначала нужно, если нету регулирующего сигнала светофора, то есть если нету светофора, а просто стоит знак пешеходного перехода и зебра, то мы должны здесь соблюдать какие правила. Мы должны подойти к дороге, да, посмотреть налево, затем посмотреть направо, убедиться, что нету машин, либо машина нас пропускает, потому что мы переходим в положенном месте, в предназначенном месте для пешеходного перехода. Мы должны убедиться, что нас пропускает машина, либо если нет машин, то мы должны переходить дорогу шагом, не спеша. Это вот основные такие правила, как переходить дорогу. Также существует у нас правило при посадке и выходе из транспорта, да, нужно обязательно дождаться полной остановки. Я часто замечаю, как в маршрутке, в автобусах, еще автобус не остановился, не открыл двери, или даже бывает, да, или даже бывает, что автобус может открыть дверь, но он еще может двигаться, но мы должны обязательно дождаться полной остановки транспорта, маршрутки, автобуса. Как остановиться, только тогда выходить мы должны с транспорта, при полной остановке. Находясь в общественном транспорте, нужно обязательно держаться за поручни, так как может и автобус резко остановиться, либо маршрутка, то тоже нужно нам соблюдать, обязательно держаться за поручни. Далее, что еще про транспортные средства сказать, у нас же много транспортных средств, это вот я вам рассказала про автобус, про маршрутки, у нас также есть правила в автомобиле, как мы должны, обязательно мы, когда должны сесть в автомобиль, обязательно мы должны пристегнуться для полной своей безопасности, должны пристегнуться ремнем безопасности. Далее, нельзя высовывать руки и голову в окошко, в форточку, потому что тоже можно получить некие травмы, если мы будем так себя вести. Тут у меня на презентации даже картинка, что мальчик пристегнутый, вот, еще раз повторюсь, что в автомобиле, садясь на заднее сидение, нужно садиться на заднее сидение и пользоваться ремнем безопасности. Это обязательно, это для нашей безопасности, чтобы мы не получили травму или еще что-то. Сейчас очень много автомобилей, да, по городу, и движение очень сложное, поэтому для нашей, чтобы не получился никакой травматизм, нам никакую травму нашему организму, мы должны позаботиться в первую очередь о себе, сесть и пристегнуться ремнем безопасности. Вот, не высовывайся из окна движущегося транспорта, как я уже сказала, не кататься на проезжей части дороги, на велосипеде, роликовых коньках и скейтборде, тоже это самое важное правило, да, существует сейчас отдельную у нас, по нашей набережной, да, сделали, да, отдельную дорожку, где можно кататься на велике, на роликах, вот, и поэтому нельзя кататься на проезжей части. А в том месте, где предназначено катание, где разрешается катание, вот, либо во дворе, да, где машины как бы особо не ездят, и есть асфальт, где можно покататься, вот, далее, какие еще есть правила, не разрешается ездить по улицам и дорогам детям до 14 лет, вот, если вам нету 14 лет, вам не разрешается ездить по улицам и дорогам, не разрешается кататься, где есть дорожный знак, езда на велосипеде запрещена, тоже, нужно обращать внимание на знаки, кататься можно только по указанной площадке, где есть дорожный знак, езда на велосипеде разрешается, вот, у нас в городе есть такая, да, езда, это наша набережная любимая, где там вот специальная велодорожка для велосипедистов и тем, кто катается на роликах, там есть знак, что разрешается кататься, даже стрелочки, в какую, в какую сторону ехать и как ехать, что есть даже разметки, переходить улицу по пешеходной дорожке, ведя велосипед пешком, это касается тех, кто ездит на велосипеде, кто катается на велосипеде, то есть мы должны переходить дорогу, мы должны взять велик в руки, да, и переходить, ведя велосипед пешком, то есть не ехать, переходить дорогу, не ехать на велике, а ведя его за собой, идти пешком. Если идешь по тротуару на велосипеде, нужно правильно вести себя по отношению к прохожим, вовремя подавать звуковой сигнал, если кому-то надо, да, что отодвинуться, чтобы отошли в стороночку, что вовремя подавать звуковой сигнал, ехать медленно, объезжать детей и пожилых людей, то есть не ехать со скоростью, а ехать помедленнее. Далее, какие же еще существуют правила для велосипедистов, есть общепринятые сигналы для велосипедистов, которые должны соблюдать, это у велосипедистов приняты следующие условные сигналы, вот посмотрите на презентацию, какие сигналы, да, мы видим, то есть есть при повороте налево существует сигнал, при повороте направо и при торможении, вот, для остановки поднимаешь руку вверх, вот, чтобы мы остановились, мы должны показать, да, сигнал поднять руку вверх. Для обозначения поворота налево необходимо вытянуть прямую руку, левую руку в сторону поворота или согнуть правую руку в локте, вот у нас на картинке показано, да, как мы должны показывать, когда мы поворачиваем в левую сторону. Для поворота направо нужно вытянуть прямую правую руку в сторону поворота, в сторону поворота или согнуть левую руку в локте, вот, такие вот общепринятые сигналы для велосипедистов, их нужно знать, да, и применять обязательно, чтобы также предупредить травматизм, да, чтобы тоже не было аварий. Это вот, если вы едете по дороге, вот, существуют такие общепринятые сигналы. Конечно же, едут по дороге мы уже, как я сказала, дети, до 14 лет не запрещается, запрещается ездить. После 14 лет разрешается, ну, мы должны придерживаться вот этим правилам, вот, соблюдать вот эти сигналы. Вот, естественно, надо соблюдать такие очевидные моменты, как движение по встречной полосе, да, движение на запрещающий сигнал светофора, управление велосипедом в нетрезвом виде и так далее. То есть, это естественные правила, которые мы должны, это очевидные моменты, да, какие мы должны соблюдать, это обязательно мы должны соблюдать. Вот, и нужно запомнить, да, что самая дорогая у человека – это жизнь, берегите ее. Спасибо за внимание, знаете, да, что наше здоровье в наших руках. Мы должны сами, как бы, никто не позаботится о нашем здоровье, так как мы можем позаботиться о своем здоровье. Поэтому будьте внимательны, соблюдайте все правила дорожного движения. Не забывайте, при переходе на несколько секунд отлучитесь от телефонов, от всего того, что вас может отвлечь, и перейти спокойно, спокойным шагом дорогу. Вот, все, спасибо за внимание, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok